Всем большой привет! Сегодня будем готовить свиную грудинку в луковой шелухе. Рецепт простой, а результат восхитительный. Грудинка получается нежной, ароматной и очень вкусной. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Приятного просмотра! Сразу готовим рассол. В целой луковице делаем прорезы для выделения сока. И кладем ее в кастрюлю. Добавляем туда чайную ложку зерен кориандра, столько же черного перца горошка и душистого. Высыпаем 225 граммов соли, наливаем полтора литра воды, бросаем 6 лавровых листиков, размешиваем, отправляем на огонь и доводим до кипения. Пока рассол закипает, промываем от пыли 30 граммов луковой шелухи. Затем половину шелухи укладываем на дно кастрюли и помещаем туда грудинку. Ее вес может быть любой. Пропорции всех ингредиентов рассчитаны на объем воды, а не на вес грудинки. Сверху прикрываем оставшейся шелухой, заливаем закипевшим рассолом вместе со всеми специями. Перекладываем лук и отправляем на плиту. Ждем пока содержимое кастрюли закипит и варим на медленном огне под закрытой крышкой 30-40 минут, в зависимости от того, насколько толстая мясная прослойка. Чем больше мяса, тем дольше нужно варить. Грудинка все время должна быть полностью покрыта рассолом. По истечении указанного времени огонь выключаем, кастрюлю накрываем крышкой и оставляем до полного остывания. В данном случае прошла целая ночь. Достаем грудинку из рассола, кладем ее на фольгу. Посыпаем по своему вкусу черным молотым перцем, копченой сладкой паприкой и выдавливаем чеснок. Затем хорошенько растираем специи по всей поверхности куска. На грудинку весом 1,2 кг я взяла 8 зубчиков чеснока и по пол чайной ложечки перцев. Заворачиваем грудинку в фольгу и отправляем в холодильник или в морозильную камеру. У меня она пролежала в морозилке 2 часа, чем дольше полежит, тем будет лучше нарезаться. Вот и все. Очень вкусная свиная грудинка в луковой шелухе готова. Хранить ее можно в холодильнике до 1 недели, в морозильной камере до 3 месяцев. Но обычно она так долго не задерживается. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.